Советский летчик Михаил Девятаев был 13-м ребенком в семье, но он не считал это число несчастливым. Не стал верить он в числовую мистику даже тогда, когда его 13 июля 1944 года сбили в районе города Львова. В этот день советские войска двух украинских фронтов начали масштабную наступательную операцию против немецкой группировки с целью освобождения Западной Украины и части Польши. Не последнюю роль в этом наступлении играла авиация, которая поддерживала продвижение наземных войск. 13 июля Михаил Петрович несколько раз уже ходил на сопровождение бомбардировщиков и вел бои с истребителями противника. Вечером, после последнего вылета, когда длинные тени сосен слались далеко по аэродромному полю, он освободил плечи от парашютных лямок и медленно пошел вместе с другими летчиками к грузовику, который должен был отвезти их на отдых в соседнюю деревню. На сегодня вылетов уже не предвиделось, но вдруг оклик остановил летчика. Мардвин! Это был позывной Девятаева, наверное, потому что он был по национальности Мардвин. Летим! Юнкерсы! Командир 104-го гвардейского истребительного авиаполка майор Бобров Владимир Иванович набирал команду на вылет. Девятаеву досталась аэрокобра с намалеванным пиковым тузом на фюзеляже, так как в его родном самолете зияла огромная пробоина. Возможно, именно этот заметный туз и стал одной из причин трагедии. Юнкерсы шли плотным строем под прикрытием своих истребителей. Советские летчики врезались в немецкие порядки и в первой же атаке сбили несколько бомбовозов, которые с тяжелым ревом рухнули вниз. Вражеский строй внезапной атакой был рассеян, и юнкерсы повернули обратно. Победа умножила силы советских пилотов, но притупила их бдительность. В этот момент из-за белых вечерних облаков выскочили фоки Вульфа и миссершмиты. Их было в несколько раз больше, чем советских пилотов. Завязался жаркий воздушный бой. Исход которого зависел от организованности и умелого маневрирования. Самолеты закружились в бешеном вихре и в полосах трассирующих пуль. Девятаев видел только мелькающие за окнами истребители врага, но он не мог увлекаться боем, так как был ведомым. И зорко следил за своим командиром. Внезапно четыре немецких истребителя все-таки выделили самую приметную советскую машину с пиковым тузом на борту и открыли по ней огонь. Девятаев сначала почувствовал глухие удары по своей аэрокобре, а потом что-то жгучее коснулось его плеча. Ранение. Истребитель объяло пламенем, а в кабине запахло гарью. Михаил вышел из боя и попытался вытянуть машину обратно за линию фронта, но языки пламени уже стали лизать ноги, а в шлемофоне раздался приказ. «Мордвин, прыгай!» Это был Владимир Побров. Он видел, что происходило с самолетом его ведомого, и просто так такой приказ бы не отдал. Значит, огонь уже подобрался к бензобакам. А самолет все снижался, оставляя за собой хвост черного дыма. В кабине уже нечем было дышать, а пламя обжигало лицо. «Михаил!» Снова послышался голос друга, который уже не приказывал прыгать, а умолял. Девятаев открыл дверцу кабины и прыгнул. Самолет «Аэрокобра» был в принципе очень надежным истребителем, но у него была одна нехорошая особенность. Он не любил, когда пилот покидал кабину. Девятаева поток воздуха отбросил назад, и он ударился о крыло. Летчик стал проваливаться в бездну, и перед самым отключением сознания дернул кольцо парашюта. Михаил Девятаев встретил Великую Отечественную войну в самом ее начале. Он был командиром звена 163-го истребительного авиационного полка, который располагался в городе Могилеве. Рано утром 23 июня, вылетев в направлении города Минска, Девятаев видел над землею только черную домовую завесу, а внизу бушевало море огня. Истребительный полк, в котором служил Девятаев, дрался с фашистами без передышки целый месяц, и каждый летчик совершал по 5-6 вылетов в день, прореживая ряды черных юнкерсов, а потом 163-й и АП отвели на восток. В воздушном бою под Тулой Девятаев с напарником ввязался в бой с большой группой фашистских бомбардировщиков. Советские летчики нарушили их строй и одного даже сбили, но Михаил Петрович в этом бою был серьезно ранен и попал в госпиталь. Понимая, что лечение может затянуться надолго и не желая оставлять своих товарищей, он через 13 дней сбежал из госпиталя и пришел в полк прямо в одном халате и в тапочках. Ну и устроили же ему взбучку командир полка и комиссар. За три месяца боев Девятаев совершил 180 боевых вылетов и участвовал в 35 воздушных боях, где сбил в группе 9 самолетов противника. За это он получил первый свой орден Красного Знамени, но в бою 23 сентября снова был тяжело ранен в ногу. После излечения медицинская комиссия запретила ему служить в истребительной авиации, и Девятаев был направлен обучаться на курсы при генеральном штабе разведывательного управления, а потом служил на связном и санитарном самолете ПО-2. За это время он выполнял самые разнообразные задания. Ночами забрасывал передовую линию и штабы фашистов бомбами, вывозил раненых с передовой в тыловые госпитали и летал к партизанам, доставляя им оружие и продукты. Так он произвел 280 вылетов, и за спасение 260 солдат и офицеров, 11 генералов, а также за умелое командование своим звеном он был награжден вторым орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны первой степени. Как мог старался перевести из Девятаев обратно в истребительную авиацию? Ему казалось, что летать на санитарном самолете – это что-то постыдное, но медицинские работники были непреклонны. Помог случай. На одном из аэродромов Девятаев встретил своего бывшего товарища – Владимира Боброва, который командовал полком в 9-й гвардейской истребительной авиации. Он свел Девятаева с командиром дивизии Александром Покрышкиным, и в мае 1944 года Михаила перевели в подчинение Боброва, и буквально в первых же вылетах его сбили на территории врага. После боя 13 июля Михаил Девятаев очнулся в разрушенной землянке. Руки и ноги у него обгорели, голова кружилась, а перед глазами стояла красная пелена. Рядом находились еще два советских летчика, которые и поведали Девятаеву всю правду. Он находился в плену. Девятаева допросил немецкий офицер, а потом всех летчиков переправили в тыл. Сначала немцы старались внушить пилотам, что они гуманно относятся к советским военнопленным, и даже вернули летчикам их ордена и форму. Но когда поняли, что не добьются никаких показаний, их переправили в лодзинский лагерь для военнопленных. Первое, что изумило Девятаева, это вид заключенных. Перед ним предстала толпа скелетов, закутанных в лохмотье. Голод и пытки. Вот чем теперь хотел сломить враг в верность советских воинов своей родине. В один из дней возле сидевших у барака заключенных упал комок глины. Кто-то бросил его с внешней стороны. Когда пленные его разломили, то в нем оказалась записка со словами. «Товарищи военнопленные, в ближайшее время на лагерь будет совершен партизанский налет. Будьте готовы к решительным действиям и со своей стороны». Записка пошла из рук в руки, а люди в лагере стали готовиться к смерти или свободе. Но внезапно всех погрузили по вагонам и отправили на запад. В Кляйн-Кенигсбергском лагере летчикам пришлось по-новому взглянуть на все прелести немецкого плена. Ведь к постоянному голоду и побоям прибавился еще и каторжный труд, который очень сильно подрывал здоровье. Но все равно летчики не падали духом и стали сколачивать подпольную организацию и даже начали рыть подкоп, который был раскрыт администрацией лагеря и всех причастных бросили в карцер. Девятаева считали, и правильно считали, одним из очинщиков и к нему применили особые издевательства, требуя от него, чтобы он выдал остальных членов подпольной организации. Но не добившись ничего, Михаила Петровича и еще двух заключенных отправили в лагерь смерти Заксенхаузен. За организацию побега и саботаж Михаилу точно грозил крематорий. Ему об этом так и сказал русский парикмахер. Но он тут же взял его бирку с номером и заменил ее на другую. А Девятаеву приказал строго-настрого забыть свою фамилию и откликаться теперь только на Никитенко. Оказалось, что в лагере тоже действовала подпольная организация, и люди даже в таких нечеловеческих условиях старались помогать как могли друг другу. Узнав, что Девятаев летчик, они сделали все возможное, чтобы он попал в другой лагерь, где рядом был военный аэродром, а заключенных использовали в работах на нем. То ли в шутку, то ли всерьез, Девятаеву сказали, что он просто обязан улететь обратно на родину. С этой уже закрепившейся в голове мыслью Девятаев и прибыл на остров Кузидом. Лагерь там состоял из шести бараков, в котором содержалось около трех тысяч заключенных. Каждое утро эсэсовцы гнали на аэродром бригаду из 45 человек на работы, и Девятаеву очень быстро удалось попасть в эту группу. Осталось найти соучастников. Первым стал Курнос и Володя Соколов. Он попал в плен еще в 1941 году и прошел через многие лагеря. Один только факт, что он был еще жив, говорил о том, что Соколов был очень находчивым и изворотливым. Владея немецким языком, он вошел в доверие к немцам и был назначен помощником бригадира, что давало ему возможность облегчать участь товарищей. Он поведал Девятаеву, что уже готова группа, которая готовит побег из лагеря. Советская авиация уже бомбила этот аэродром, и заключенных часто использовали в уборке обломков самолетов. Девятаев и его друзья прятали в карманы разные таблички с приборной доски, и ночью в бараке старались разобраться в назначении приборов. Здесь-то и пригодилось знание Володи Соколовым немецкого языка. Так по крупицам и накопились знания об устройстве приборной доски немецкого бомбардировщика. А в один из январских дней Девятаеву, который разгребал снег на аэродроме, удалось подсмотреть, как готовились к вылету немецкие летчики. 8 февраля 1945 года группа заключенных, дождавшись, когда немцы уйдут на обед, напали на своего охранника, а после этого ринулись к Хенкелю 111. Но все оказалось не так-то и просто. Дверь в самолете была заперта, и чтобы попасть внутрь измученным и обессиленным военнопленным, пришлось приложить немало труда. И вновь беда, аккумуляторов нет. Пришлось искать тележку с помогательным аккумулятором для запуска моторов. Кое-как завелись, но надо дать время на прогрев моторов. И вот спасительная полоса. Самолет набирает ход, но почему-то не взлетает. Нет сил, чтобы удержать штурвал. Пришлось остановиться у самого обрыва, чуть не погубив все предприятие. Немцы уже заметили странное движение на аэродроме. Но они не могли еще даже представить, что в самолете не их летчики. Они бежали к Хенкелю, что-то кричали и размахивали руками. Девятаев развернулся и давя немцев, вновь стал выруливать на взлетную полосу. И снова разбег. Друзья, давите на штурвал. В этот раз несколько рук вцепились в штурвал, помогая летчику взлететь. Хвост самолета начинает отрываться от земли. Скорость заметно возрастает. Толчок, еще толчок. И в конце более плавный. Ура! Самолет в воздухе. Их сбежало из плена 10 человек, измученных и еле стоящих на ногах. Когда самолет Хенкель был сбит советскими зенитками, то никто из заключенных не мог идти, а вес каждого из них не достигал 40 килограммов. Девятаев смог уйти от преследования, спрятавшись в облаках, потом пару раз чуть не рухнул в море, и два раза он встречал немецкие самолеты, возвращавшиеся с задания. Но они принимали Хенкель за свой и огня не открывали. Особенно, наверное, был удивлен немецкий пилот на фоке Вульфе, который кружил над странным, одиноким бомбардировщиком, летящим без прикрытия. Он подлетал близко и заглядывал в кабину, где сидел пилот в странной полосатой арестантской робе. Спасшиеся заключенные думали, что все, сейчас их непременно собьют. Но и пилот фоке Вульфа развернул свою машину и исчез в облаках. Наши солдаты на руках отнесли измученных беглецов прямо в столовую, где медсестры с выпученными от ужаса глазами стали отнимать еду у изголодавшихся людей. Уже через месяц после излечения семеро из беглецов вступили в ряды Красной Армии. Они сами напросились в бой, хотя могли остаться на излечении до конца войны. Но даже после всего пережитого не могли они отсиживаться в тылу. Первым перестал присылать свои треугольники Курноса и Володя Соколов, а потом и еще пятеро перед самой победой сложили головы за свою родину. Для Михаила Девятаева полет на Хейнкеле стал последним в военной биографии. Ему практически сразу же вернули все награды и восстановили в звании. Он также дал ценные свидетельства. Дело в том, что на острове Узидом, где был лагерь военнопленных, находились пусковые шахты ракет Фау-2. Михаил запомнил все ориентиры, по которым сработала советская бомбардировочная авиация, стерев эти шахты с лица земли. В ноябре 1945 года Девятаев демобилизовался и вернулся жить в город Казань, в котором до войны учился в речном техникуме и занимался в аэроклубе. После войны Девятаев работал в речном порту, дежурном по вокзалу, а потом и капитаном теплохода. В 1957 году он за свой подвиг был удостоен высоким воинским званием Героя Советского Союза, а в конце 50-х стал испытателем одного из первых судов на подводных крыльях. На этой ракете он и продолжил бороздить просторы, необъятные Волги. В 1968 году Михаил Девятаев со своей семьей отдыхал на курорте острова Узидом. Вместо холодных бараков и свирепых надзирателей его встретили светлые корпуса санаториев, теплые пески, ласковые волны и приветливые дороги и газоны.